Ольга Мещерякова, главные новости к этому часу. Россия-США 4-0 разбили в сухую, как сыграли Малкин и Овечкин. Решающая шайба, а теперь Канада. Зачистка неугодных лидер Народной Рады Бессарабии успела сообщить о неизвестных преследователях и пропала, что происходит в Одессе. В Полонский возвращается. Громкая депортация и эффектное задержание. Солнце, море и яхта на Мелим. И целой ночи мало. Светский салон, факельное шествие, стоматология 19 века. Музейные тайны открываются в Сумерку. Итак, блестящая игра. Невероятная поддержка болельщиков на трибунах. И вся страна замирает у телеэкранов. Да только ради этого нужно было победить. И вот 4-0. Россия в финале чемпионата мира по хоккею. Но это была непростая победа. О схватке на ледяном поле Дарья Григорова. Они не просто побеждают, а побеждают в сухую, не оставив противнику ни малейшей надежды. Четыре точных выстрела по воротам сражают сборную США на повал. Но было все совсем непросто. Два периода, целых 40 минут. Команды не могут открыть счет. Атакую между тем. Шаг! Гол! Не! Подвиг в воротах совершил Сергей Бобровский. Отразил 35 бросков. В один момент он даже отбивает 4 шайбы подряд. Очередная атака американцев. Бобровский в угол переводит шайбу. Позже вратаря назовут лучшим игроком матча. Отбивая шайбу в невероятных растяжках, он еще и сделал голевую передачу Сергею Мазякину. Та самая, долгожданная, первая шайба на 48-й минуте. Контратака наша. О-о-о! Ну, наконец-то! Человек-гол, человек-бросок Сергей Мазякин. Закрепил наше преимущество Александр Овечкин, для которого этот матч первый на чемпионате. Овечки! Ну! Е-е-е-е! Ну, как красиво! Боже, ты мой! За мгновение до конца матча Евгений Малкин забивает четвертую шайбу в пустые ворота. Кажется, сегодня вся Прага вместе с нашими фанатами будет праздновать победу. После напряженного матча и потом все-таки триумфа нашей сборной эмоции у всех, кто это видел, просто зашкаливают. На 17-тысячном стадионе были болельщики, наверное, из всех регионов нашей страны. Тут и Удмуртия, и Приморье, и Архангельск. Всех и не перечислишь. Малкин забил? Забил. Саша Овечкин забил? Забил. Вот так вот. Теперь хоккеистов и болельщиков ждет традиционный финал. Герой матча до всего чемпионата Сергей Бобровский уже назвал предыдущую битву за золото с канадцами важнейшей в жизни. Но сейчас главное для нашей сборной – отдохнуть. Дарья Григорова, Евгений Журавлев. Вести из Праги. Чехия. Отдыхать в нашей сборной осталось несколько часов. Соперник – Канада. А в субботний вечер у телеэкранов дома, в гостях, в спортивных пабах собрались болельщики. Вот так радовались в Магнитогорске. На родине сразу двух героев встречи. Евгения Малкина и Николая Кулемина, на счету которого результативная передача. Активно болели в Санкт-Петербурге из северной столицы целое звено игроков местного СКА. Поддержала Казань, тоже хоккейный город-гигант, известный на весь мир по команде Акбарс. И, конечно, Москва. Даже проливной дождь не помешал народному спортивному празднику. Затем, как команда Олега Знарка в сухую разгромила американцев, наблюдали и в Сочи. Болельщики, президенты, премьер страны, министр обороны и легенда отечественного хоккея вместе радовались каждой заброшенной шайбе. Сегодня битву за золото с канадцами. Владимир Путин также будет смотреть в Сочи. Теперь Украина в Одессе преследует лидеров Народной Рады Бессарабии. Исчезла Вера Шевченко. Арестованы еще двое руководителей движения. СБУ обвиняет их в сепаратизме. Рада, учрежденная месяц назад, выступила за автономию Бессарабии от Киева. Национальную и культурную. Никакой угрозы для Украины это не представляет. Но люди пропали и не выходят на связь. Александр Балицкий расскажет подробнее. Где сейчас находится один из лидеров Народной Рады Бессарабии Вера Шевченко до сих пор неизвестна. Она исчезла сразу после конференции, где представители общественной организации заявили о создании национально-культурной автономии Бессарабского края. Последний звонок Шевченко коллегам. Ее автомобиль преследуют неизвестные. Соратники тут же предположили. Это СБУ продолжает репрессии. Любое собрание граждан на сегодняшний день фактически вне закона. Это не только приводит и в ярость, но это один из моментов разделяя властвую. Главный постулат. Соответственно, чем меньше люди собираются вместе, тем меньше они несут угрозу. Одесский активист Олег Ветро в съезде Народной Рады участвовал дистанционно по видеосвязи уехать из Украины. Он был вынужден после масштабной зачистки спецслужб еще в апреле, когда организация только заявила о себе. Причем исключительно как о социально-культурном проекте. В манифесте организации так и записано. И в первом же абзаце про единство Украины и приверженность Конституции. Но СБУ тут же заявляет о раскрытии мнимого логова сепаратистов. Проводит массовые аресты. Тогда пропал первый лидер Народной Рады Дмитрий Затулеветер. А накануне другой активист Дмитрий Шишман. Он даже не успел доехать до этого зала. Конференция соответствует международному праву. Спасая право самоопределения этнических групп или нескольких этнических групп, находящихся на территории Украины. Бессарабия как уникальный полиэтнический и многокультурный регион. Здесь большие общины болгар, гагаузов, молдаван, цыган и конечно же украинцев и русских. А поэтому должен перейти под контроль органов местного самоуправления. Это выдержка из документа, что активисты уже направили в Верховную Раду Украины, заявив, что задуматься об автономии их заставило отношение Киева к региону. Где морские порты простаивают, а знаменитые виноградники плодородной земли Бессарабии заброшены. Александр Буалевский, Марина Денисова, Вести. И вот новость последних минут. Утром в Москву с официальным визитом прибыла помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. Темой ее переговоров с российскими дипломатами станет реализация минских соглашений. Накануне Нуланд говорил об этом в Киеве. Наблюдатели сделали вывод, Вашингтон хочет больше полномочий. И в эти минуты в Москве идет первое заседание межведомственной комиссии по выяснению причин аварии ракеты-носителя «Протон-М». На прямую связь из Роскосмоса выходит наш корреспондент Алексей Конопко. Алексей, здравствуйте. Судя по всему, журналистов на заседание не пускают, но известно, что же все-таки произошло с «Протоном». Да, Ольга, доброе утро. Действительно, журналистов не пускают, информации пока достаточно мало. Но помимо того, что заседание проходит за закрытыми дверями, даже после его окончания никаких подходов к прессе и озвучивания информации не планируют. Так что все, что мы узнаем сегодня, это, наверное, будет уже в пресс-релизе, который Роскосмос должен выпустить около полудня. Но вот по той информации, которая приходила до сегодняшнего дня в течение дня вчерашнего, предварительными причинами аварии называли отказ рулевых двигателей третьей ступени на 497-й секунде полета, примерно за минуту до того, как разгонный блок с мексиканским спутником связи должен был отделиться от этой самой третьей ступени и произошла нештатная ситуация. Но еще есть информация по данным СМИ со ссылкой на неназванные источники, что в свою очередь причиной отказа этих самых рулевых двигателей могла стать некачественная сборка из-за недостаточной квалификации персонала на заводе, где и создавали «Протон». Были опасения, что обломки ракеты могут упасть где-то в Забайкальском крае и даже нанести вред окружающей среде, но все-таки этого, судя по всему, не произошло. Как говорят специалисты, обломки ракеты полностью сгорели в атмосфере и никакие части на Землю так и не упали. Сам спутник стоил около 300 миллионов долларов, еще 90 мексиканцы потратили на запуск ракеты с Байконура и большая часть этой суммы укладывается в страховку. Но, впрочем, спутник после этой аварии все равно не мог бы выполнять свои функции, поскольку его расчетная орбита 36 тысяч километров, а ракета-носитель не набрала и тысячи. Нештатная ситуация произошла на 161-м километре высоты. Наверное, даже после окончания сегодняшнего заседания окончательных выводов ждать не стоит, все-таки это только первое совещание. Но, впрочем, у чиновников уже есть достаточный опыт расследования таких ситуаций. Это уже седьмая авария с конца 2010 года. Ольга. Спасибо, Алексей. Ждем развития событий. В прямом эфире из Роскосмоса был наш корреспондент Алексей Конопко. Власти Камбоджи депортировали бизнесмена Сергея Полонского. В сопровождении группы сотрудников российского МВД он сейчас направляется на родину. В Москве Полонский должен быть уже сегодня. Беглый миллиардер был задержан в пятницу на собственной яхте, на которой он отдыхал с друзьями. Полонскому было формально предъявлено обвинение в нарушении миграционного законодательства. Два года он жил без визы. Но, как сообщили источники в генпрокуратуре Камбоджи, Полонский был депортирован по запросу российского бюро Интерпола. Россия добивалась выдачи бизнесмена полтора года на родине. Он подозревается в крупном мошенничестве, хищении у обманутых дольщиков комплексов Рублевской ривьеры и Кутузовской миле свыше 5,5 миллиардов рублей. Россияне этой ночью ходили по музеям и галереям. Очереди растянулись на сотни метров. Только в Москве музейная бессонница охватила почти 2 миллиона человек. Ночь в музее проводят в России уже в девятый раз. Экскурсия по самым ярким выставкам страны в репортаже Татьяны Проскуряковой. И целой ночи мало. Традиционная музейная акция началась во многих городах России еще днем. А в Череповце реконструкция сражений Отечественной войны 1812 года. Интересно, очень познавательно для взрослых и детей. Картинная галерея Владивостока превратилась в светский салон. В музее ФСБ пейнтбольный турнир, полевая кухня и выступления служебных собак. В Петербурге экскурсоводы в форме солдат до 6 утра рассказывали посетителям военно-исторического музея. Техники, история которой впечатляет. Именно вот это вот орудие гвардии старшего сержанта Долбенко сделало первый выстрел по столице Рейха. Оборонный мемориатр стал символом непокоренности нашего народа. Купол музея на Поклонной горе в Москве превратился в театр военных действий. 3D-инсталляция рассказывает о том, какой ценой советская армия одолела фашизм. Все еще сохраняется праздничное настроение, как праздник Победы. Ну и здесь много вообще исторических выставок. Это не обязательно связано все с войной. Это и быт людей, и история. Несмотря на ливень, москвичи стойко ожидали своей очереди у входа в музей. Привлекал не только бесплатный вход, но и специальные ночные выставки. Декорации в стиле русского авангарда, музыка 20-х годов в Третьяковской галерее. На Крымском балу напоминает, ровно 100 лет назад Казимир Малевич написал свой черный квадрат. И даже спустя век здесь сегодня продолжаются споры. Это великий шедевр или эффектный трюк идеолога супрематизма. Стоматологические инструменты 19-го века, особо впечатлительных, могут довести до обморока. В музее истории медицины при университете Евдокимова разрешали даже трогать экспонаты. Никто не догадывался, что пары эфира обладают усыпляющим эффектом. И это капали, больной вдыхал. Недостаток метода в том, что если это замкнутое пространство операционное, то в дурман впадали все участники оперативного вмешательства. Дворцы и заповедники Крыма работали до 10 часов вечера. Для посетителей приготовили угощение кочевых племен, мастер-класс от кузнецов и факельное шествие под луной. Татьяна Проскурякова, Фариль Хананов, Лев Сергеев, Вести.